Что можно рассказать про большой белый телеобъектив стоимостью 1 миллион рублей? На самом деле не так уж и много. Да, это профессиональный инструмент, который используют узкоспециализированные фотографы, которые работают, например, на спортивное агентство, и которые отправляют снимки со спортивного мероприятия прямо во время этого мероприятия. То есть, например, когда вы видите захватывающую сцену футбольного противостояния, скорее всего, она снята как раз на большой белый телеобъектив стоимостью 1 миллион рублей. Но что будет, если использовать этот объектив не по прямому назначению, а в каком-нибудь другом жанре, например, в портрете? Именно это мне и стало интересно, когда ко мне на тест попал этот супер телеобъектив 400 миллиметров G-Master с диафрагмой 2.8. И я подумал, хм, диафрагма f2.8, почему бы не использовать ее для съемки портрета? Но давайте обо всем по порядку. Меня зовут Виктор Брусков, и вы на моем канале The Photo Gear. Устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем! Начнем с того, что этот обзор томился целых 6 лет. То есть, я на днях наткнулся на материал и подумал, я столько всего крутого наснимал, почему же я не смонтировал этот материал? И вот, наконец, момент настал. Исправить это досадное недоразумение. И на самом деле, пару слов об объективе все-таки стоит сказать. Во-первых, на момент выхода этого объектива, это был самый легкий объектив 400 миллиметров с диафрагмой 2.8 и самый доступный по цене. И ближайшими конкурентами этого объектива были зеркальные версии объективов Canon и Nikon. То есть, под беззеркальный байонет они еще ничего не успели создать. Но зато они успели задать тренд, когда вот такие большие белые объективы, в случае с Nikon это черные объективы, очень и очень дорогие. Фишка дороговизны заключается в том, что в таких объективах используются самые лучшие оптические элементы, самые быстрые моторы фокусировки и самые лучшие материалы корпуса. Плюс в совокупности, чтобы создать такой объектив с таким фокусным расстоянием и чтобы он был светосильным, это очень финансово затратное мероприятие. Это при условии, что мы говорим об объективе с выдающимися оптическими характеристиками. И получается, что в этих категориях объективов цена вырастает пропорционально с ростом светосилы. Но вы спросите, почему же 2.8? Почему не f2, например? Почему не сделать его еще более светосильным? Ответ прост. Объектив тогда стал бы намного более массивным и намного более тяжелым. То есть точно такой же объектив с фокусным расстоянием 400 мм, но с диафрагмой f2 или чем-то более светосильным, уже стал бы намного больше в размере и его было бы уже намного сложнее унести. А здесь мы говорим об объективе, на который я все время снимал с рук и не испытывал каких-то особых сложностей. Итак, первое, что я сделал, когда этот объектив попал ко мне на тест, естественно, я отправился в студию и начал его фотографировать, как любой нормальный, точнее ненормальный человек. Делал я это, естественно, для того, чтобы запостить фотографии объектива в аккаунты Photogare и Photogare Russia. И для меня это вполне нормальное явление сначала сфотографировать технику, а потом уже начать ее непосредственное тестирование. А уже когда я решил непосредственно поснимать на этот объектив, я понял, что съемка должна пройти по прямому назначению. И поэтому я отправился на автодром для того, чтобы погоняться за автомобилями. Продолжение следует... Здесь объектив находился полностью в своей стихии, потому что можно было дотянуться до тех объектов, которые находились на значительном удалении от меня. И благодаря открытой диафрагме 2.8 можно было держать объект съемки в резкости, а все остальное в размытии. Но, скажу честно, мне было очень неудобно снимать с этим объективом на автодроме. Просто по одной простой причине, что с фокусным расстоянием 400 мм не с каждой точки удобно снимать. Иногда хочется либо приблизиться, либо наоборот отдалиться. То есть в следующий раз я уже отправлялся на съемку с зум-объективом. И мне не важно, даже если он менее светосильный, чем этот фикс-объектив, но зато я буду иметь более универсальное фокусное расстояние. В любом случае, этой съемкой я остался доволен, потому что я испытал новый для себя опыт. То есть я погрузился в среду, непривычную для себя, отправился на какой-то автодром, договорился о том, чтобы меня пустили туда поснимать непосредственно близко к автомобилям, и принес неплохие кадры. Но дальше, как я уже и сказал ранее, мне пришла в голову идея провести портретную съемку с этим объективом. Поэтому мы договорились с моделью и отправились в красивый осенний парк, чтобы поснимать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, как вам результат съемки портрета на фокусное расстояние 400 мм? Я скажу честно, что здесь мне опять же не очень понравилось, потому что фон у нас размывается вообще в хлам, что невозможно определить, что находится даже за моделью. И перспективные искажения уже вмешиваются в лицо, то есть у нас оно начинает выглядеть немного странно. Благо, что на той же съемке я использовал объектив 85 мм с диафрагмой 1.4 G Master, и у вас есть возможность сравнить, как выглядит портрет, снятый на фокусное расстояние 400 мм и на 85 мм. Как видите, объектив 85 мм с диафрагмой 1.4 уже дает достаточное количество объема. При этом модель у нас остается в контексте, то есть считывается окружающее пространство и понятно вообще, где она находится. То есть это делает снимок намного более интересным. Плюс пропорции лица передаются также более естественным образом. Каждому инструменту неспроста назначена своя функция для съемки. Но в любом случае, это опять же был тоже очень интересный опыт, потому что от модели приходилось отходить метров на 20-30 для того, чтобы снять ее по пояс, а для того, чтобы снять в полный рост еще дальше. Казалось бы, на этом можно было бы остановиться, но нет. Я решил, что с этим объективом обязательно нужно отправиться и поснимать в студии. Поместиться в студии с фокусным расстоянием 400 мм оказалось совсем непростой задачей, но все равно несколько кадров я все-таки сделал. Как видите, когда мне что-то интересно, волна энтузиазма гонит меня вперед, и это очень важно поддаваться этой волне. И что самое важное, всегда нужно экспериментировать, не жалея ни времени, ни сил. Потому что если вы смогли найти что-то, чем вам нравится заниматься, то это уже половина успеха. На этой мотивационной ноте я и закончу данное видео. Надеюсь, что вам понравилось. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, и я с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали. И всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!